В этом доме сын купил квартиру у нас. И не можем никак дождаться, когда этот дом сдастся. Живет с родителями. В этом доме также знакомые купили три квартиры у нас. Живут в Челябинской области и не могут сюда приехать, так как дом не сдается. Истории этих людей схожи. В 2016-м они заключили договор сессии с предприятием Мордовстрой на приобретение жилья в строящемся доме. Михаил Сорокин вспоминает, новостройка в Берсеневке привлекла удобными сроками. Уже в апреле 2017-го они должны были получить ключи от квартиры. Но что-то пошло не так. В мае нас уведомили о продлении сроков сдачи дома, ввода в эксплуатацию и сдачи дома дольщикам. Мы отказались подписывать договор, соглашение. Дом был введен в эксплуатацию, то есть они уже по вторым срокам. Просрочили это. Дом был введен в ноябре месяце 2017-го года и прислали бумаги о приеме и передаче. То есть в течение 10 дней мы должны были подписать о приеме и передаче. Будущие жильцы обнаружили в квартирах трещины на стенах, кирпичи с раствором вентиляции, а вот сантехнику как раз таки и не увидели. Застройщик в ответ на официально оформленное обращение обязался в течение трех месяцев недоделки устранить. Только строители здесь не наблюдают уже полгода. В принципе недоделок очень мало. Там что-то там, унитазы не завезенные, там раки, но это все это ерунда. Все трубы, все проведенные, счетчики все есть. Но вот как встал так на одном месте и стоит, больше никуда не трогается. Кормят каждый раз неделю назад, неделю назад, неделю вперед. Вот подождите, подождите, все, ну вот сколько можно. Уже если просто сил нету. Дом уже стоит сколько, он скоро гнить будет, у него пресса не пойдет, потому что он не отапливается вообще уже, считай, два года стоит, не отапливается. Дольщики пошли в суд и многие выиграли дело. А выплаты компенсациям придется ждать долго. Не все спокойно в Розаевской строительной фирме. За два года «Мордовстрой» сменил несколько руководителей. Но есть еще один любопытный факт. Только за 2017 предприятие с более чем 20-летней историей на рынке стройиндустрии региона накопило много миллионные долги по зарплате своим сотрудникам. Чем привлекло внимание прокуратура, а затем и Следственного комитета. В ходе проведенной предварительной проверки в нашем отделе было установлено, что должностными лицами данного указанного организации, 61 работнику предприятия, не выплачивалась частично заработная плата в период с августа по декабрь 2017 года. В связи с этим перед ними сложилась задолженность порядка более 8 миллионов рублей. По данному факту, по результатам рассмотрения материала проверки, Следственным отделом было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все лица потерпевшие, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся необходимые первичные следственные действия, принимаются меры к установлению имущества, которым можно наложить арест, дабы возместить ущерб, причиненный потерпевшему. Руководство предприятия не скрывает, переживают не самые лучшие времена. Специализировались в основном на строительстве жилья. Сейчас Мордовстрой не может реализовать готовые квартиры, их никто не покупает. Долги перед сотрудниками, долги по просрочке строительства – это печальный итог сложившейся ситуации. Ванна просто стоит, объясняю, но без обвязки. Это мы признаем за собой. В связи с тем, что предприятие на данный момент находится в тяжелом финансовом положении, мы не имеем возможности поставить. Поэтому мы всем объясняем. Кто, понимая это, пишет заявление, чтобы им не устанавливали, мы это оформляем документально. Значит, та сумма, которая за сантехнику числится по смете, мы признаем это задолженность за собой, будем рассчитываться. До точки в этой истории еще далеко. Дом в Берсеневке пока не поставлен на кадастровый учет. И строителей здесь все так же не видно. Алена Маскалева, Владимир Ильин и Григорий Денисов. Наши новости из Берсеневки и Рузаевки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...